Здравствуйте! Это библейский портал экзогет.ру. Сегодняшняя тема – беседа Христа с иудеями, часть 2. «Вы не хотите прийти ко мне, чтобы иметь жизнь» – Евангелие от Иоанна, 5 глава с 31 по 47 стихи. Это вторая часть беседы Господа Иисуса Христа с иудеями, которая состоялась после исцеления расслабленного при купальне Вефезда. В первой части своей речи Господь объясняет протестовавшим против его деятельности евреям то, что он есть сын, равный отцу. «И отец даровал ему иметь жизнь в самом себе, дабы воскрешать из мертвых, и даровал ему производить суд над этими воскрешенными из мертвых людьми». Вторая часть беседы начинается в той же пятой главе с 31 стиха. Поскольку иудеи, похоже, проявляли каким-то образом несогласие с тем, что он сказал в первой части речи относительно себя и отца, во второй части Господь указывает на то, как они могут удостовериться, что его слова истины, где это свидетельство в том, что он говорит правду. 31 стих. «Если я свидетельствую само себе, то свидетельство мое не есть истина». Действительно, с точки зрения закона Моисеева, чтобы подтвердить какой-то важный факт, необходимо было на суде представить как минимум двух свидетелей. И Христос хочет сказать «И так вы мне не доверяете». Хорошо, я в соответствии с законом Моисея представлю вам не только двух, а даже больше, чем двух свидетелей и свидетельств. 32 стих. «Есть другой, свидетельствующий о мне, и я знаю, что истина твое свидетельство, которым он свидетельствует о мне». В истории экзогезы высказывались два основных предположения, кого имеет в виду здесь Господь Иисус Христос. Первое предположение, что он имеет в виду Иоанна Крестителя, поскольку дальше речь идет об этом пророке. Но более, наверное, адекватным или справедливым является предположение, что здесь, в 32 стихе, Христос говорит о Боге Отце, который свидетельствует о Нем Христе через разных лиц, Иоанна Крестителя, Моисея, а также через разные вещи, через дела самого Христа и через Священное Писание. 33 стих. «Вы посылали к Иоанну, и он засвидетельствовал об истине». Господь хочет сказать, но вы же ведь уважали Иоанна Крестителя. Вы приходили к нему, исповедовали свои грехи, крестились, у него учились, и вы-то знаете, что он на меня показал, когда сказал, вот агнец Божий, берущий грехи мира. «Он на меня показал, когда свидетельствовал о том, что я и есть Мессия Христос». 34 стих. «Впрочем, я не от человека принимаю свидетельство, но говорю это для того, чтобы вы спаслись». Раз вы не доверяете мне, получается, вы не доверяете Иоанну Крестителю, такова мысль Господа. Поэтому вы рассматриваете его слова не как слова пророка, а как слова человека. Но для меня не нужно человеческих слов. Хорошо, пусть будет по-вашему. Вы не принимаете и меня, и Крестителя. «Но я ведь это говорю не для того, чтобы у меня была некая слава, некие почести. То, что я говорю, я говорю для вашего спасения. И так невозможно спастись, искренить себе грех, быть оправданным Богом, исполнять Его волю, если не признать, что Иисус есть Сын Божий, равный Отцу». Далее Господь возвращается опять к личности Иоанна Крестителя. 35-й стих. «Он был светильник горящий и светящий, а вы хотели малое время порадоваться при свете Его». Здесь, конечно же, Христос сравнивает Иоанна Крестителя со светильником-лампадочкой, которую зажигают только когда стемнеет. «Но Он ведь, Христос, есть истинный свет, Он как солнце. Когда восходит солнце, лампадка уже не нужна. А они, там стоит в греческом тексте, глагол, который означает «ликовать». Они пытались ночью ликовать при свете вот этой лампадочки, а теперь, когда взошло солнце, они, евреи, разочарованы и даже на это солнце ропщут. Вот какой смысл слов Господа». 36 стих. «Я же имею свидетельство больше Иоаннова, ибо дела, которые Отец дал мне совершить, самые дела сии, мною творимые, свидетельствуют о мне, что Отец послал меня». Хорошо, вы не принимаете слова Иоанна Крестителя, но есть нечто большее. Это большее свидетельство «Мои дела». Однако они не мои, ибо он в первой части беседы уже говорил о том, что он творит то, что творит Отец. Получается, что он творит те же дела, которые и Отец продолжает и завершает творение Отца. Такое толкование, такое понимание возможно, потому что Господь Иисус Христос использует греческий глагол «телио». Глагол «телио» имеет несколько интересных взаимодополняющих друг друга значений. Он означает что-либо совершать, но обязательность тем, чтобы это дело закончить и получить некий результат. Отсюда еще и существительное греческое «телос». «Телос» — это и процесс достижения результата, и цель, и то, что бывает, когда цель достигнута, сам результат. Поэтому нужно здесь понимать, прочитать следующим образом. «Дела, которые дал мне Отец, чтобы я завершил их, дополнил и сделал совершенными, достиг цели. Эти дела, которые я делаю, свидетельствуют, что Отец послал меня». 37 стих. «И пославший меня Отец сам засвидетельствовал о мне, а вы ни глаз его никогда не слышали, ни лица его не видели». 38 стих. «И не имеете слова его, пребывающего в вас, потому что не веруете тому, которого он послал». Через эти дела Отец свидетельствует о сыне. Но что же иудеи? Они не видят его лица. Если смотрим оригинальный греческий текст, стоит слово «идос». «Идос» — это внешний вид, облик. Да, можно перевести как «лицо». Не видят его внешнего вида. Они не слышат его голоса. И у них нет слова, его слова, которое бы в них пребывало. И вот если с тем, что они не видят Отца, не слышат Отца, может быть, иудеи могли бы согласиться, они, конечно, категорически были бы не согласны с утверждением о том, что не имеют Слова Божия, потому что все писание Ветхого Завета, которое у них было, есть не что иное, как Слово Божие. Поэтому Христос дальше объясняет, 39 стих. «Исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют обо мне». Форма греческого глагола «эравнао» — «эравнате тазграфас». «Исследуйте Писание», либо «вы уже исследуете Писание». В истории христианской экзегезы было и первое понимание, и императив, и второе понимание — констатация факта. Исходя из контекста, конечно, лучше принять второе понимание, потому что они уже исследуют Писание, потому что через Писание хотят иметь жизнь вечную, а на самом деле жизнь вечная — это Господь Иисус Христос, о Котором свидетельствует Писание. Вот какая логика. То есть они не там ищут вечную жизнь, они ищут вечную жизнь в том предмете, который сам ее не имеет внутри. И, как мы сейчас сказали, знаете, в стрелке, в указателе, если бы мы пришли, вот едем на автомобиле, и какой-то знак, вот туда Санкт-Петербург, вот туда Павловск, а мы вместо того, чтобы свернуть и поехать в Петербург или в Павловск, мы бы подъехали к этому знаку, сняли его и сказали бы, вот Петербург, вот Павловск. Именно так поступали иудеи со Священным Писанием. Не искали того, о ком оно говорит, но в нем самом пытались найти безусловную и самобытную вечную жизнь, которой, конечно же, нет в Священном Писании. Более того, если мы посмотрим на то, каким образом толковали иудеи Священное Писание во времена Господа Иисуса Христа, то мы, привыкшие к современной смысловой экзогезе, в буквальном смысле ужаснемся. У иудеев было два основных метода, два основных подхода к толкованию Ветхого Завета. Первый метод или первый подход назывался галахическое толкование, прежде всего, Торы, закона Моисеева, но и других тоже частей Ветхого Завета. Что такое галаха? Галаха – это стремление исполнить закон. Это стремление во всех текстах Ветхого Завета усмотреть что-то, что можно исполнить на практике, что полезно для исполнения закона Моисеева. Практическое и даже в чем-то юридическое толкование Библии, потому что закон Моисеев во многом был, как еще и государственный свод законов о евреев. Вторым вариантом толкования было так называемое агадическое толкование. Агада – это разные истории, иногда фантастические, какие-то предположения, которые были у раввинов относительно деталей тех или иных библейских историй, но очень часто это были вымыслы. Однако доминировало, похоже, именно галахическое толкование. Для того, чтобы понять всю абсурдность этого толкования, все его несоответствие духу Ветхого Завета, можно привести очень короткий и простой пример. До нас сохранились так называемые 13 правил галахического толкования. И вот одно из этих правил толкует один из стихов книги «Второзаконие» с 14 главы. Этот стих гласит следующее. «Ты можешь покупать на серебро, овец, волов, вино, секеро, то есть водку, все, что пожелает твоя душа». Речь идет о том, что вышеперечисленные предметы можно покупать и продавать, ну, в частности, используя серебряные монеты. А теперь внимание. Для каких целей галахические экзегеты использовали данный стих? Они рассматривали два понятия овцы и валы и, соответственно, вино и водка для того, чтобы выделить там характерные черты. Характерные черты были такие. Овцы и валы являются плодовитыми. Вино и водка питаются от земли. Значит, можно продавать за серебро то, что плодовито и то, что питается от земли. Что же это такое? А это не что иное, как домашняя птица, курицы, петухи и так далее. Вот для чего нужно было толкование Ветхого Завета в таком практическом, законническом и даже юридическом аспекте. Не для духовных возвышенных размышлений, а для того, чтобы понять, могу я курицу продать за серебро, за серебряные монеты или нет. Поэтому, конечно, когда Христос указывает, что вы уже исследуете, уже изучаете Писание, пытаетесь в нем найти жизнь вечную, которую вы не находите, потому что оно указывает на меня и во мне жизнь вечна. Другое понимание, другое прочтение императив исследуйте Писание тоже допустимо. Однако оно, конечно, более популярно в наших учебниках догматического богословия или пастырского, нравственного богословия, потому что оно предлагает нам читать, изучать Библию. Сороковой стих. «Но вы не хотите прийти ко мне, чтобы иметь жизнь». Сорок первый. «Не принимаю славы от людей». Сорок второй. «Но знаю вас, вы не имеете в себе любви к Богу». Итак, Христос подчеркивает «Во мне жизнь, но вы не хотите ко мне прийти. Я вас к себе призываю не потому, что мне нужна слава и почести, а потому, что я могу дать жизнь вечную. Однако, я вас знаю». И там стоит глагол «геноско» «познание на практике». Он знает людей как истинный Бог, как Бог вездесущий, все проникающий, Бог-серцеведец. По-гречески, «Но я узнал вас, что любви к Богу в себе не имеете». И здесь уже, конечно, любовь. Агапи, вы не имеете в себе возвышенной любви к Богу, той, к которой нужно стремиться, поэтому не приходите ко мне. Сорок третий стих. «Я пришел во имя Отца моего, и не принимаете меня. А если иной придет во имя свое, его примите». Действовать от имени или во имя кого-то означало быть уполномоченным этим человеком или этой личностью. От имени царя действовали царедворцы. И когда Христос говорит, «Я пришел во имя Отца», это значит, что «я пришел, будучи им уполномоченный, но действуя так, как он желает, исполняя его волю и действуя ради него, для него. Но вы меня не принимаете, потому что нет у вас любви к Богу». А когда другой, речь, конечно, идет об антихристе и вообще о тех деятелях, которые противопоставляют себя Христу и христианству, когда другой придет во имя свое, не от Бога, его примите, потому что он будет родственен вам по духу. И он не от Бога, не творит волю Божию, и вы не хотите творить волю Божию. 44 стих. «Как вы можете веровать, когда друг от друга принимаете славу, а славы, которые от единого Бога, не ищите?» Да, получается, тщеславие, желание, чтобы тебя похвалили, желание показаться, покрасоваться, превознестись над ближним, уничертожительно действует для веры в Бога. Если ищем славу друг от друга, уже не хотим искать славу от Бога, потому что славу друг от друга можно приобрести греховными делами, вызовом, какими-то перформансами, привлечь общее внимание, показать, смотрите, какой я грешник, и подивитесь глубине моего грехопадения. А, конечно, славу от Бога тяжело заработать, потому что нужен спокойный, систематический труд, труд ради добродетели, скромный, не на показ, конечно, слава от Бога совсем иная, она как раз не дает очень часто людской славы. 45 стих, не думайте, что я буду обвинять вас перед отцом, есть на вас обвинитель Моисей, на которого вы уповаете. 46, ибо если бы вы верили Моисею, то поверили бы и мне, потому что он писал о мне. Когда же Моисей писал о Христе? Эти слова автора закония прекрасно были известны иудеям. Пророка подобного мне воздвигнет Господь из среды братья твоей того послушайте, пишет Моисей. А что значит подобного мне? Ведь Моисей был законодателем, через него был и заключен завет, и был дан закон. Получается пророк, который придет подобный ему, тоже заключит завет, только уже новый, и тоже даст закон учения, но уже новое. И вот он, я стою перед вами, но вы меня отвергаете, и тем самым отвергаете пророчество Моисея, поэтому не я вас буду обличать, но Моисей, который в свое время об этом написал, и на которого вы надеетесь, в том смысле, что вы исполняете его закон механистически, но это не дает вам жизни, и особенно жизни вечной. Заканчивается вторая часть речи Господа Иисуса Христа очень грустным вопросом в 47 стихе. Если же его, то есть Моисея, писанием не верите, как поверите моим словам? Получается, что неверие в Иисуса это не есть вера в Ветхий Завет. Неверие в Иисуса есть следствие неверия и Моисею, и неверия в Ветхозаветном Писании. Поэтому, конечно же, когда мы говорим о соотнесенности Ветхого и Нового Завета, мы вспоминаем замечательную мысль блаженного Августина, который говорил, Новый Завет скрывается Ветхом, а Ветхий раскрывается в Новом. И когда читаем истории патриархов, Моисея, еврейского народа, честные, иногда грустные, потому что были грехопадения, но были восстания, мы с вами видим, что духовная составляющая там такова же, какова была и у апостолов, и у деятелей Нового Завета. И, конечно, весь Ветхий Завет указывал на Господа Иисуса Христа. Поэтому мы с вами, читая Новый, не забываем о Ветхом, а соприкасаясь с Ветхием, направляем свою мысль к Новому, которой и есть раскрытие личности Иисуса Христа нашей жизни вечной. Большое спасибо за внимание. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Редактор субтитров Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Субтитров А.Егорова Субтитров А.Егорова